Сейчас я работаю в Майкрософте в украинском, занимаюсь работой с комьюнити, с партнерами, независимыми разработчиками программного обеспечения, поддерживаю программу стартапов украинских. В первую очередь, поддержка заключается в том, что мы с ними четко держимся процесса, который помогает им реализовать именно продуктовую концепцию. Продуктовая концепция, еще раз повторю, она важна тем, что когда ты выполняешь работу для кого-то, мы говорим про бизнес, бизнес выполняет какую-то работу, связанную с поддержкой, оказанием какой-то помощи по организации, выполнение какого-то проекта, это понятно. Но с другой стороны, когда речь идет о компаниях-разработчиках, для них очень важно, чтобы они не выполняли работу по реализации чужого продуктового решения, а в первую очередь реализовали свое, которое в дальнейшем могли бы позиционировать на рынке как успешное. И один проект приводит к появлению одного продукта, второй может второго продукта, третьего. И так реализуется модель множественного источника прибыли для компании. То есть не надо вкладываться, не надо уже работать там по 18-20 часов в сутки, потому что это интенсивный, экстенсивный путь развития. В итоге вот здесь Microsoft очень плотную помощь оказывает именно вот таким партнерам, потому что создает модель именно эффективного заработка для продуктовых компаний. Три маркетплейса. Это Windows 8, это Windows Phone и это Cloud, это Azure. Я же говорю, это экстенсивный путь развития, то есть компания может расти только в количественном составе, постоянная текучесть кадров, поиск постоянных проектов, людей, которые будут кому-то что-то передавать. В итоге очень большая конкуренция именно за ресурсы друг с другом. Люди не связаны одной целью, ну то есть фактически, то есть они делятся, грубо делятся на команды, которые работают над разными продуктами. То есть вот такого целостного подхода к бизнесу не получается. Я понимаю, что ситуация на рынке непростая, и многим приходится вот именно таким образом выживать. И очень многие хорошие, классные ребята работают именно в аутсорсинговых компаниях. И при этом мы вот всячески стараемся помочь переориентироваться, поймать вот эту волну, эффективно войти в продуктовую модель и после этого реализоваться именно как успешная продуктовая компания. Потому что именно никто просто так не будет заказывать продукт. Продукт это более эффективно, продукт это больше прибыли 100%, там 1000%. Аутсорсинг это всего лишь часовые рейты, это всего лишь, условно говоря, временная какая-то часть. То есть закрыли, отбросили. А тут одна команда работает на одну идею, работает на свою собственную, как бы на своей ниве пашет в правильном направлении. Так, грубо так. Мне бы хотелось, чтобы на самом деле создаваемый софт, в рамках которого, ну или софт, который разрабатывается, в том числе продуктовый, поддерживал одну главную, самую главную концепцию. То есть, когда речь идет о проектном треугольнике, там вот соблюдение, да, там балансировка, точнее, между деньгами, временем выполнения и качеством, да, то очень часто бывает, что идет жертвование именно качеством. В угоду денег, которых мало там времени. Мне бы хотелось, чтобы в идеальном, как бы, случае, да, качество оставалось незыблемым. Качество оставалось незыблемым в продуктовых решениях. В этом случае заказчики будут, ну, просто happy, счастливы и прочее. И чтобы подобного рода модель, она продвигалась на все, в том числе, там, на продукты питания, на все остальное. Потому что главное, чтобы мы получали качественный продукт. Молоко, хлеб, прекрасно, если они качественные, здоровые люди, продукты хорошие, качественные, да, значит, счастливый бизнес, заказчики пользуются правильными функциональными возможностями, ну, так я грубо. То есть можно дальше это развивать, но вот очень-то коротенько это так. Качеству продукта можно перейти, прийти через качество процесса. Это всем известно. Качество процесса предполагает выполнение определенных шагов, которые, ну, обязательных к выполнению, которые пропускать нельзя. То есть я когда-то читал, что в Советском Союзе запустили итальянскую линию по производству крекеров. И она четко требовала ингредиентов, которые должны вкладываться. В какой-то момент машина остановилась. Машина остановилась, и наши начали предъявлять претензии итальянским, значит, партнерам, дескать, некачественная машина была продана. В итоге выяснилось следующее, просто ингредиенты не докладывались. То есть здесь должно быть все четко. То есть когда мы говорим о продуктовой методологии, надо соблюдать все правила, надо четко понимать принципы. То есть должна быть некая такая звенящая ясность у людей, что качество во главе угла. И когда мы говорим о проектах, то качество здесь играет как раз ту самую важную роль. Она должна быть базисом, заложенным в основу критериев успеха любого проекта. Вот именно здесь мой опыт как проектного менеджера, человека, который сертифицирован, он помогает именно на этом сделать акцент. И людям сфокусироваться на подобного рода проблематике. Они начинают думать по-другому. Они меняют свое видение и двигаются именно в эту сторону. Ну смещаются. То есть не сразу, но такими мелкими итеративными шагами. В идеальном мире я хотел бы, чтобы они очень близко подошли к концепции качества превыше всего. Команда четко понимает, к какой цели она идет. Потому что они активно общаются. Больше коммуникативных практик. Больше общаются, обмениваются друг с другом, взаимодействуют. Значит, они понимают задачу близко, одинаково или очень близко. Это значит, что они делают не в разнобой. Это значит, они делают то, что нужно. А это уже очень хорошо. А с точки зрения Agile Scrum, я вот с многими ребятами разговаривал, очень важным является использование правильных инструментов. Правильных инструментов, когда у тебя единообразная среда, в рамках которой ты создаешь свое программное обеспечение. И тебе не надо задумываться, как тут что-то привязать, еще что-то. То есть присутствуют элементы, которые только нужно добавить сюда, как пазл, включить эту новую методу. Раньше мы использовали вот такой набор функциональных возможностей, связанных с тестированием. Но теперь мы понимаем, что наш уровень качества, он дошел до того, что мы можем делать и вот это. То есть процесс improvement прошел, и качественная составляющая из инструмента тоже добавлена. В этом смысле очень классным продуктом является Visual Studio и Team Foundation Server. Смотрите, какой прогресс. Microsoft постоянно закрывает такие ниши, которые ранее были в качестве вопросов. То есть задавались, а как вот маленьким командам работать с TFS, или там с сервисом, который позволит командно обрабатывать и управлять требованиями. Как это сделать? В итоге концепция и клауда вмешалась. И вот Cloud TFS на конференции уже прошел огромный интерес. Ребята получили промокоды. Уже сегодня я видел, активировали и уже готовы действовать. А Visual Studio 11, которая опять же адаптирована, Microsoft получает фидбэк, собирает и реагирует на команды. То есть где-то в предыдущей версии, в 10-й, там с избытком сделали много технологических новшеств, которые оказались немного более тяжеловесными, чем ожидалось. Сразу же обратная реакция. В 11-й версии уже их подрезали, чтобы упростить, чтобы сделать интерфейс более простым, дать возможность людям потратить время на обдумывание, именно на качественный подход, на написание кода, а не углубляться в перипетии, связанные с настройками, интерфейсом и вот этой общей игрой. То есть вот здесь я вижу такой микс. Agile и Scrum очень хорошо. Это продуктовые методологии. Инструмент, который здесь стоит рядом, он может быть задействован. И Microsoft очень плотно здесь работает с разработчиками, помогает им этому. Эдвард Сжеминг всегда говорил, его основной принцип был такой – постоянство цели. Мы двигаемся вот в одном направлении, мы понимаем, что мы хотим, к чему мы движемся, и вот это не ломаем, не дергаемся. С этой точки зрения выбор какого-то основного, главного партнера, он очень важен, потому что ты не дергаешься уже, у тебя нет такого дребезжания и прочее, прочее. Ты идешь с ним рядом. Ну и при условии, что все-таки Microsoft – это, на мой взгляд, я, конечно, человек из Microsoft, но в то же время так вот оцениваешь, смотришь на рынок – это очень успешный, очень надежный партнер. То есть покупая или там оснащая себя средствами разработки, оснащая себя продуктами, сервисами, ты понимаешь, что у тебя есть поддержка, что у тебя есть support, у тебя есть, условно говоря, большое количество партнеров, которые находятся в этой экосистеме, у тебя есть люди, к которым всегда можно обратиться. Вот компания Microsoft, чем еще характерно, что в ней есть подразделения, которые активно оказывают поддержку на таком уровне презентационном, технологическом, тренинговом. Это специальные подразделения. Это все работает. И вот если все это собрать воедино, то преимуществ для партнера очень много, который хотел бы воспользоваться продуктами Microsoft. А следовательно, получив вот этот весь так преимуществ, их надо развивать, надо двигаться, надо двигаться именно в партнерской вот этой вот связке, пользуясь преимуществами и продуктов, и партнерского взаимодействия, и достигать успеха. Сейчас тот самый переломный момент, когда Microsoft опять понимает, что надо изменяться. Надо изменяться. Microsoft смотрит на существующую экосистему, социум, социальную инфраструктуру, и говорит, да, мы действительно сейчас должны внести изменения, мы должны перейти к партнерской модели, нашим партнерам, когда они разрабатывают свои собственные продукты, а мы помогаем их монетизировать. Я вот приведу простейший пример. У нас есть большое количество компаний-стартапов, и стартапы, это беспарки, они получают колоссальный объем программного освещения по вот этой программе. Причем там выдается подписки на Visual Studio, это как сопровождение, да, это целый стэк программных продуктов Microsoft. Вот, и этих подписок у них там, ну, до десятка. Каждая из Visual Studio стоит дорого. Почему? Потому что подписка сама дорогая, включает в себя сервера, cloud-сервис подписку там, еще там что-то, инциденты, сопровождение. И возникает следующая парадоксальная ситуация. Я с каким-то партнером разговариваю, с нашим беспарком же. Говорю, ребята, ну чего вам там, как у вас? Да вот, не хватает нам. Я говорю, чего вам не хватает? Говорю, да вот, у нас же вот одна Visual Studio. Я говорю, как одна? У вас, включайте людей. Он говорит, а, ну да, действительно. То есть нету вот именно, не было такого, знаешь, вот тесного какого-то контакта, чтобы они до конца для себя ясно, четко получили все, как бы, всю информацию, да, ухватили ее и воспользовались всеми преимуществами. То есть где-то теряются вот даже на таком уровне. Достаточно иметь в свою команду людей-единомышленников, которые живут идеей создания своего продуктового решения. Своего продуктового решения. То есть команда-единомышленников, стартапы, это люди, которые работают там от, как говорят, 25 часов в сутки по-военному, да, то есть живут, горят. Вот. Я не хочу сказать, что все так должны поступать, но вот с точки зрения идеальной компании, которая там вирусно зажжена своей собственной идеей, они приходят с этой идеей, и дальше у них на самом деле совершенно четкий створ, в рамках которых. Они хотят создавать свой продукт. Прекрасно. Microsoft готова предложить им платформу. Они хотят создать свой продукт в рамках там планшетных решений. Да, у Microsoft есть такое решение. Вы же пришли в Microsoft. Хотите быть партнером Microsoft, да? Значит, ну, как бы странно будет выглядеть, если Microsoft не предложит вам свои продукты, да, средства разработки на своей платформе. Вот они, пожалуйста. Хотите для Windows 8 для планшетов? Пожалуйста. Хотите для Windows 8. Единственное, что нужно сделать, прийти к нам с идеей продукта, рассказать, какую платформу вы выберете, да, указать, собственно говоря, какая команда, сколько людей и за какой период времени вы сможете это реализовать. Приблизительно. Никто никого не давит. Просто их будут курировать. И курировать с какой точки зрения? В какой-то момент могут возникнуть проблемы. Эти проблемы мы решаем совместно. Они могут обратиться ко мне, могут обратиться к моим коллегам. Мы окажем этот support. Этот support, он будет как технически, как на уровне комьюнити, потому что вот без парка это не просто партнеры, это целая экосистема, это комьюнити, объединенная единым видением того, как нужно двигаться, как развиваться. Они могут обмениваться идеями. У нас есть без парк раундтейбл, у нас есть без парк дэй, это такое общее собрание, где они могут высказать свои соображения, улучшения, запросы на улучшения, дать комментарии, запросить ресурсы друг у друга, обменяться внутри себя какими-то общими мыслями. И в этом контексте, я говорю, никаких особых требований нет. Вы приходите с идеей, говорите, мы готовы разрабатывать вот под такую платформу. Microsoft предлагает платформу монетизации, я уже сказал, да, какую для продуктов. Windows 4, Azure, Windows 8. Вот, пожалуйста, вот три выбираю. Не хочу. Выбираешь, определяешься со сроками, включаешься в наши комьюнити, получаешь нас support, получаешь наши продукты. Все. Больше ничего не надо. Я бы хотел сказать всем, кто принял участие в конференции, огромное спасибо. Потому что это была действительно просто чудесная атмосфера. Я купался, вот, купался в положительных эмоциях. Всем очень понравилось. Я не знаю, ну, мне так показалось, по крайней мере, с кем я не говорил. Там мы, и с беспарками тут мы встретились. У нас, кстати, пошла очень интересная такая вот сессия. Беспарк Мегафон, она немножко получилась такая скомканная. Но ребята для себя получили новый опыт. Они рассказывали о себе, о своем продукте, выступали перед аудиторией людей, которые, условно говоря, находились вот в этом помещении, привлекая их внимание, какими-то особенными там своими там инновациями, возможно, так, да, какие-то новые информации. И у многих получилось. То есть положительное такое вот видение у меня осталось от нашего мероприятия именно со стартапами. А людям, которые посмотрят нас, да, вот, через, последовательно через эту запись, я бы порекомендовал, конечно, посоветовал, ну, и хотят, опять же, тоже такой комментарий, больше уделять внимание преимуществам, которые предлагает наша платформа. Если вы видите, что это дает вам плюс, да, то мы здесь готовы вам помочь реализовать свой потенциал. Вот это все, наверное, что я мог бы сказать. Технологии развиваются, Microsoft двигается вперед. Мы живая agile, agile компания. Вот. Ну, всем успехов и огромное спасибо еще раз всем тем, кто принимал участие в нашей конференции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!